Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня находимся в Крювом Роге, Днепропетровская область. Где у нас посеян, вот вы можете видеть уже засохшее перо, это лук Тептейшн в сравнении с луком Дорика. Лук Тептейшн у нас идет 110, 105, 110 дней, точнее 100, 105 дней. Можете видеть, в этом году он массу не набрал, такие вот луковички. И лук Дорика у нас идет 110 дней. Это вот лук Тептейшн, одетый он хорошо, но по массе своей не дотягивает. Тут, наверное, будет в среднем где-то пятерка, пятерка или около пятерки. Давайте, так вот для сравнения, вырвем луковицы подряд. Так вот. Вот, и посмотрим в сравнении с Дорикой. То есть никуда не ходим, просто перешли. У нас лежит лучок. И вот Дорика. Дорика еще сохнет, перо ее. Вот мы ее развернем, чтобы было видно. Вот это мы еще не вырвали. То есть вот, можно видеть в сравнении, что Дориком набрало большую массу. Перо у нее еще сохнет, но уже хорошо одетая. И вот Тептейшн. То есть в сравнении урожайность на Дорике будет выше, но нужно дождаться еще пока окончательно засохнет перо, чтобы сделать какие-то результаты. Вот лук Дорика. Ну и если посмотреть на Дорику, то можно видеть, что в массе у нее луковица больше. И для сравнения еще раз Тептейшн. Тут очень много даже такого от мелкого проскакивает. Вот такие вот луковички. Так что смотрим, делаем выводы лук Дорика в сравнении с луком Тептейшн. Лук Дорика в сравнении с луком Тептейшн.